Друзья, я хочу принести свои глубочайшие извинения к каналу TV.com Потому что, ну, я на самом деле не хотел предоставляться TV.com Потому что я просто снимал кафе, оно взорвалось Это на кафе, кто помнит мой ролик Я как бы просто снимал на свою камеру Резко ко мне бабушка подошла, спросила, вы из телевидения Ну, я так, тихо, неизначай Возьми ей, скажи ей, что я из TV.com Вот такие у меня, друзья, проблемы научились Но на самом деле никаких проблем не надо Я вообще хотел свой канал позиционировать Как добрый, нормальный канал С позитивом, с юмором Ну, может быть, не с позитивом, а то, что Добрый, искренний вести мне, в принципе, проблем никаких не надо Я, в принципе, не думал, что у меня Тысяча всего лишь подписчиков Просмотров там по 100 максимум ролик По 100 по 200 максимум ролики набирает В принципе, мой канал маленький И я никогда не думал, что вот такой ролик Принесет мне такой резонатор Проблемы такие принесет Но я об этом даже и думать-то не мог Такая сегодня незапланированная съемка Я, получается, мне написал один человек в ВКонтакте Я не знал сначала, что это за человек Но я догадывался, что такое может быть Я, получается, встретился с этим человеком Он мне сказал, типа, информацию какую-то хотел мне дать На самом деле встретился, и это был сотрудник ТВКОМа Они сказали, что я... Ну, где прозрыв в кафе я снимал Может, кто и смотрел это видео И, короче, мне удостоверение даже показало, что он с ТВКОМа И они сказали, что я опровержение выложил на свой канал Что я не являюсь ТВКОМом, сотрудником ихнего Потому что, ну, это суд, они сказали Могут на меня даже подать Я, если честно, в шоке сам Я думал, что это... Ну, кто-то там, человек, может, какой-нибудь Реально какую-то информацию хотел мне предоставить Но это... Они мне, короче, на телефоны снимали, на разные Я, конечно, этого делать вообще не буду Так что... Ну, они мне сказали, типа, выложи ролик Что-то, типа, не с ТВКОМ И, конечно, лучше так Вам хочу совет дать Если кто будет видео снимать Лучше не представляйтесь Ни ТВКОМом, ни Оригусом Лучше, ни кем А то, понимаете, могут реально это как его В суд на вас подать За такое Тоже так делать нельзя, я думаю Ну, я тоже погорячился тогда Они мне сказали, типа, в группу войти написать Что у меня речь безграмотная была Что в компании ТВКОМ У них сотрудники с такой речью, конечно, не разговаривают У них у всех грамотная речь А у них там неграмотная речь была И я вот, получается Ошибку, конечно, сделал Я-то думал с человеком с обычной встречи Там что-нибудь с ним пообщаюсь, нормально все А это сотрудники ТВКОМ были Я, конечно, их снимать не стал Они меня сами на телефоны снимали Друзья, я еще хочу такую вам новость рассказать Когда вам пишут ВКонтакте кто-нибудь незнакомый вам Человек, да, вот как я сегодня сделал ошибку большую Мне написал, получается Я не знал, что за человек, но он оказался В ТВКОМе работает Так что я вам хочу сказать Если вам кто-то лево ВКонтакте пишет Да, там встречу вам предлагает Либо еще что-то Вы его вообще знать не знаете Никогда не встречайтесь Вот я тоже сегодня ошибку свою руковую сделал Мне вообще бы надо было не ехать к ним Так что я думаю, что если даже они суд на меня продадут Что, ну, я думаю, судья за это не возьмется Я же не каждый раз, да, представляюсь Но один ролик снял Сейчас буду пытаться в группы написать, чтобы они этот ролик убрали Так что если вам кто-нибудь пишет левого ВКонтакте Вообще левого, да, которого вы вообще человека не знаете Никогда не соглашайтесь с ним на встречу Вообще ни с кем левыми людьми, которых вы знать не знаете Ни лучше не соглашайтесь Потому что ситуации разные бывают Откуда вы знаете Может, у вас кто-нибудь там по голове тюкнет Это хорошо, что у меня еще по голове так не тюкнули Но то, что мой ролик взяли Я просто опубликовался у ролика на стене у себя Про взрыв кафе выкладывал Это на кафе, где взорвалось Улан-Удэ Я ничего против не хотел Я не знал, что мои ролики куда-то в группу опубликуют Где-то по 20-30 тысяч подписчиков Я об этом вообще не знал Они выклали мой ролик, получается И все, у меня вот проблемы вот такие Не знаю, я в группу напишу Если я не буду удалять, то Я им все честно напишу Скажу, что у меня из-за этого ролика проблемы Скажу, удалите, пожалуйста Если, ну А то вот эти судебные разбирательства Потом мне вообще вот такой ужас произошел Так что сегодня кто будет еще лево в ВКонтакте писать Да, я лучше вообще не буду с ними никуда Это Не соглашаться на встречу Я-то как хотел по-доброму Я человек-то добрый, я ничего такого в принципе-то не имею в виду Я просто встречаюсь ко мне Кто напишет, я вообще ничего не боюсь Я встречаюсь с ними без разницы Потому что я знаю, что я Нормальный судак, ничего Типа, кого бояться-то, да? Кого в 21-м веке бояться, кого-то цивилизованная страна должна быть Бояться Они просто сказали, ты зачем-то так сделал Поговорил с ними Постоял Фу, друзья, так-то страшно на самом деле Так что все Вот ужасы Вот я что Нагородил тоже Мне как сказали, что нельзя представлять себе корреспондентом Какого-то канала, да, там, Телекома, Орикуса Или еще какого-нибудь Потому что есть такие мошенники Которые даже и полиция представляет Они мне сказали А чего вы полиция-то не представились? Вот так они мне сказали Сказали, что нельзя Типа это Ну тоже, как говорят, статья есть такая Видите, я чуть тебе это Проблем не наделал Так что буду писать в группу Чтобы удалили этот ролик Потому что Речь у меня не связанная Они говорят Неграмотная Из-за этого Говорят, какой корреспондент вы? Хотя бы речь была бы, что нормально Мне бы, может быть, ничего не предъявили А так у меня речь с вами не связанная была Неграмотная Так что такие дела